всем огромный привет сегодня решила снять небольшой влог и начну его с того что хочу вам показать какие вещи которые мне пришли с сайта dresslink кстати если вдруг будут какие-то шумы то это у меня работает стиральная машинка я решила постирать вещи которые не пришли с этого сайта а дело в том что всегда когда заказываю что-то с китайских сайтов я прежде чем это на себя надеть я это обязательно стираю вот такая вот у меня привычка в принципе и вам я этого советую что мне пришло вещи показывать не буду потому что потом я в любом случае сниму отдельное видео именно о этом заказе с dresslink и я все покажу на себе продемонстрирую как это все смотрится пришли мне вот такие вот очки они мне очень понравились очень классно они сделаны такие достаточно неплохие качество тоже хорошее смотрится красиво но на мое лицо они оказались скажем так большими для меня поэтому скорее всего эти очки я отдам своей маме но еще пока не знаю что буду с ними делать если ей подойдет то отдам их ей и вторые очки вот такие коричневые опять же в отдельном видео я покажу их более близко вот эти очки мне понравились и они мне подошли также вообще замечательные мне пришли ожерелья очень красивая вот такое серебристая очень очень классная но смотрится очень нарядно потом вот такое желтенькое тоже очень красивая с камешками такое летнее и вот это вообще замечательно очень очень красивая вот такое синяя просто замечательно очень интересно так сделано на ткани то есть это все пришита и здесь такая атласная лента очень красиво смотрится также мне пришла еще вот такая сумка но она в принципе симпатичная но знаете качество у нее не очень хорошая также я еще подумаю что с ней делать оставить ли себе ее или куда-то ее деть потому что честно говоря и так у меня очень много ненужных вещей поэтому не хочу их складировать и вот такая маленькая зелененькая сумочка вот я решила ее эту сумочку я решила подарить одна одной из своих подписчиц напишите пожалуйста будет ли вам это интересно и я в общем то ее разыграю в конкурсе абсолютно обычным случайным способом выберу победителя напишите будет ли вам интересно ну кто-нибудь хотел бы получить такую сумочку или или она никому не нужна сейчас я хочу с вами поделиться радостной одной новости то что мне абсолютно неожиданно позвонили из магазина dns и сообщили о том что я могу прийти забрать свою камеру да да рассказываю вам историю что я заказала а потому что в наличии не было я заказала себе новую камеру для снятия влогов в общем это будет моя новая влоговая камера потом покажу конечно же это идеальная камера для блогера который снимает свои видео который снимать себя то есть это просто идеальный вариант надеюсь то что она мне понравится я не разочаруюсь вот сейчас я быстренько бегу на работу для того чтобы забрать документы потому что я их там забыла документы которые специально распечатала для того чтобы забрать камеру в магазине кстати в нее привезли на целых два дня раньше чем обещали поэтому сервис очень хорошее я думаю то что ну не знаю может многие слышали или знают что на всяких таких магазинах электроники там эльдорадо им видео dns там всякие разные другие можно заказать например какую-то вещь и ну например электронику там телефон планшет все что угодно если нет наличия просто заказать в интернете на официальном сайте и вам через какое-то время доставят магазин кстати в dns я знаю что вам видео я еще рассматривала либо в видео купить либо в dns но в общем в м видео там доставка платная было 500 рублей в dns доставка бесплатная вот доставляют магазин все очень удобно и как я сказала даже раньше обещанного срока вот сейчас я заберу свою камеру и вам я ее покажу вот и скором времени я буду снимать влоги на новую камеру в общем там купи я специально решила купить новую камеру для влогов потому что на телефон уже становится неудобно снимать так как у меня всего лишь там 16 мегабайт и они как бы часто времени то есть часто памяти уже не хватает приходится что-то постоянно удалять вот это не совсем удобно хотя конечно же снимать на айфон сразу же там редактировать и выкладывать на youtube очень удобно но из-за нехватки памяти возникают вот такие вот ну как бы проблемки да вот поэтому я решила приобрести новую камеру также впереди нас ждет весна лето а это значит красивые пейзажи за окном то есть они за окном вообще на улице да будет солнышко не знаю там края красивые деревья все будет очень круто вот поэтому я решила купить новую камеру чтобы красиво все это снимать вот поэтому как то так ну что я уже дома забрала свою камеру и давайте вместе с вами я сейчас ее открою но уже не первый раз признаюсь вам честно первый раз ее открывали в магазине для того чтобы проверить нормально ли там все или нет но сейчас с вами дома я открою ее первый раз и так ну во первых тут чек все дела и садам вот она моя новая камера для влогов частным и вам покажу вот так вот она выглядит и называется она canon легрия мини я думаю что если вы подписаны да вы наверняка подписаны на канал робин и гудин и и также на канал наташи нафи то наверняка вы видели у них именно эту камеру у алены робин и гудин и она по-моему черная если я не ошибаюсь да черная насколько я помню я видела в ее влоге а у наташи нафи она белая признаюсь вам честно что я тоже очень хотела белую камеру но и и не оказалось вообще в наличии но то есть даже под заказ нельзя было ее оформить и поэтому я решила себе выбрать камеру серебристую так что видите не такая же и повторюшка кто-то подумает так что алены будет черный анташи белая у меня серебристая на самом деле конечно же это шутка по поводу повторюшки просто дело в том что я уже давно на самом деле думала над тем что для влогов нужно купить какую-то камеру на просто обычный фотоаппарат снимать неудобно потому что там нету экранчика и ты просто напросто не видишь что и как ты снимаешь с камеры на которую я обычное видео там свои снимаю да там про косметику какие-то обзоры еще что-то неудобно потому что на хоть и небольшого размера но все равно как бы с такой обычной видеокамеры ты не будешь ходить по городу на телефон как я и сказала последнее время сначала до удобно но из-за памяти в айфоне становится не очень как бы комфортно поэтому все-таки нужно было что-то купить а эта камера сам канал ее позиционирует как камеру для творцов для творческих людей это идеальная камера для видео блогеров именно для тех людей которые снимают влоги вот так вот она выглядит она кстати там такой экранчик в общем вот так будет это все с вас смотреться то есть можно увидеть что и как ты снимаешь в наборе идет там флешка чехол также такая какая-то не знаешь не ножка видим на такого штатива ну что же давайте откроем вот еще раз показываю вам коробочку названием так и открываем неудобно и так здесь что у нас находится здесь у нас здесь нас лежит чехол на камеру чехол такой силиконовый потом вот это осьминожка виде такого странного штатива которым я скорее всего пользоваться не буду и здесь еще в одной коробке как бы еще одна коробка в которой непосредственно находится сама 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 камера и так открываем ну как всегда тут всякие зарядники переходники также здесь есть наборе вот такой шнурочек очень здорово и вот она сама камера кстати вот да там идет наборе еще флешка флешка сразу же идет на 8 мегабайт это вообще очень здорово что не нужно дополнительно тратиться и еще что-то там покупать какие-то то есть уже сразу есть и вот она моя красотка ну посмотрите какая прелесть вот такая вот маленькая миниатюрная камера для влогов ну просто идеально мне кажется я очень-очень рада вообще просто надеюсь то что в скором времени мои блоги буду снимать именно на нее не обещаю что следующий же влог будет на эту камеру но еще надо мне с ней разобраться но посмотрим в общем очень удобно я очень-очень рада что ее приобрела посмотрите какая классная серебристый цвет кстати так думала что может быть плохо надеюсь конечно же он не облезет вот но мне очень нравится так что можете меня поздравить приобретением новой камеры я очень-очень рада и надеюсь что вам тоже понравится теперь с новой камерой мои блоги получается вот так вот и и складываешь и можно таким образом ходить снимать очень-очень удобно по моему ты сразу видишь что ты снимаешь плюс у нее широкоугольный какой-то объектив насколько я знаю да ну по видео алены вы наверное видели что огромный панорама захватывает в общем я очень-очень рада так красиво она смотрится я очень-очень довольна вот мой котеночек пришел смотреть да что тут посмотри какая новая камера тебе нравится мишка мишель тебе нравится я думаю что ей нравится так же как и мне и складывается на то же так достаточно удобно похоже вообще эта камера на какой-то знаете видеорегистратор чем-то мне напоминает так что вот так очень рада я своей покупочки мы сейчас везем свою кошечку делать прививку посмотрите она боится сумки у нас переноски нету мы его обычно такой вот сумки спортивной старый какой-то грязный ну ничего ой маленький ну не бойся не бойся не бойся вот вот там он сидит вот мишка не бойся трюсит сюда вообще у него потрусится на верно а может и не он это мама звонила Мы находимся в государственной ветеринарной клинике. Вот так вот она выглядит, государственная. Конечно же не очень красиво, но все равно. Тут всякие плакатики. Вот такой вот нам паспорт выдали. Это международный ветеринарный паспорт для кошек и собак. То есть даже если поедешь, например, в какой-то другой город, то можно взять этот паспорт с собой. Это как удостоверяющая личность, как для нас людей паспорт, так и для животных. Вот отмечаются все прививки, которые делаются, будут делаться и так далее. Вот так вот он выглядит. Также заполняются здесь паспортные данные. Когда животное родилось и так далее. Конечно же почерк у ветеринарного врача не айс. Но ничего страшного. Вот она уже успокоилась после прививки. Видимо прививка от бешенства на нее повлияла. Успокаивающе. Итак, пока я иду, решила с вами немножечко поболтать. У нас за ночь выпал снег. Сейчас идет мокрый снег. Весной так и не пахнет. Знаю, знаю, что всех уже достали эти разговоры, вот, от того, что хочется весны. Но это действительно так. Зима уже надоела. От зимы очень быстро устаешь. Это, наверное, единственное время года, от которого ты на самом деле устаешь. Ну, вернее, даже, наверное, устаешь не от самой зимы, да. Не от погоды, а больше, наверное, от всех вот этих одежек, шуб, пуховиков и так далее. Хочется уже все это как-то с себя скинуть, почувствовать какую-то легкость. Вот, да, я такая немножко заспадная. Губы не накрашены. В общем, такая бледная. С утра очень тяжело вставать рано. Поэтому вот такой вот и вид, замученный немножко. Хотя ложусь я не так поздно. То есть, ну, часов 12 где-то я ложусь. В принципе, я считаю это нормально. Знаю, что многие ложатся даже еще позже. Так, чтобы вам еще такое рассказать. А, кстати, ну, по поводу камеры, что хочу сказать. На самом деле, очень необычно и непривычно снимать на ту камеру. Я уже пробовала. Вот, я не говорю, что прям все-все мои влоги будут именно на ту камеру. Может быть, я также буду какие-то влоги снимать на телефон. Вот, хотя, в принципе, ее можно с собой носить каждый день, потому что она очень легкая, компактная и удобная. Вот, ну, посмотрим. Также еще, что хотела сказать. А, то, что она очень такой, ну, как бы большой у нее диапазон обхвата. В общем, очень прикольно. Я думаю, что будет классно именно летом, ну, или когда будет хорошая погода. Вот такой вот большой объем обхватывать территории, чтобы все это так красиво, в общем-то, выглядело. Вот, на самом деле, я сейчас что-то ключу шнешь. Дело в том, что я иду, на меня так все смотрят. Это очень-очень непривычно. То есть, не то, чтобы непривычно, я уже к этому привыкла. Но все равно как-то от этого устаешь. И, ну, не очень как-то это нравится. Вот, хотя я пытаюсь от этого абстрагироваться. И не обращать внимания на то, что там кто-то что-то смотрит. Мне вообще, как бы, в принципе, все равно. Вот. Также, что еще хотела сказать. Так, я заказала себе часы от Майкл Корс. Я не знаю, они, наверное, придут где-то в конце месяца, насколько я помню. Скажите, пожалуйста, будет ли вам интересно, чтобы я сняла отдельное видео и рассказала об этих часах. То есть, свою модель показала, свое мнение рассказала, так как это будут первые мои брендовые часы, часы от Майкл Корс в том числе. Ну, и рассказала, за сколько, где и как я их приобрела. Потому что многие подписчики у меня уже спрашивали, то есть, задавали уже эти вопросики. И, пожалуйста, ответьте, как бы, напишите в комментариях, будет ли вам интересно видео об этом или нет. Вот так вот выглядят мои подарки, которые я решила сделать маме и бабушке на 8 марта. Вот такие красивые платочки. Этот платочек для бабушки. И также там внутри еще жидкое мыло от Dolce Milk с манго. Вот. И у мамы тоже вот такой красивый весенний платочек. У нее есть такого цвета плащик. Думаю, будет очень классно. И очень здоровское такое вот молочко для тела от L'Etoile. Очень-очень, кстати, вкусно пахнет и такое красивенькое. Так что вот такие вот скромненькие маленькие подарочки. Ну, чисто символические. Ну, и, конечно же, цветочки, тюльпанчики. Как всегда, символ 8 марта. Смотрите, какие красивые тюльпанчики. У них очень такая необычная форма. Никогда такой не видела. Также хочу всех поздравить с прошедшим 8 марта. Думаю то, что этот влог уже появится после праздника. Всех поздравляю. Всего вам самого-самого хорошего. Будьте всегда прекрасны, как прекрасные розы, как прекрасные цветочки. Большое спасибо за просмотр моего влога. И всем пока!